Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Вот она моя хорошая. Откровение, 6 глава, 12 стих. И когда он снял шестую печать, я взглянул. И вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачное, как лосиница, и луна сделалась, как кровь. Толкование. Тайна за тайной открывается перед Иоанном. Все дальнейшее, описанное под вскрытием шестой печати, можно разуметь буквально, как изменения, которые произойдут в естественном порядке вещей. С другой стороны, это образное описание религиозно-нравственных перемен последнего времени. Оно подходит и к разорению бывшему при Веспасиане и Тите, но в большей мере ко времени Антихриста. И вот произошло великое землетрясение. Что бы это значило? Скорее всего, вообще сотрясение, изменяющее порядок вещей. Все последующее представлено как следствие этого сотрясения. На землетрясение, как таковое, скорее всего, указывает конец 14 стиха. Горы и острова двинулись в своих мест. Результатом же сотрясения являются изменения во всем мире, в солнце, луне, звездах. Об этом перемене дел о великом сотрясении говорит пророк Агей. Ибо так говорит Господь Савов, «Еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы». Агей, 2 глава, 6-7 стих. Христос ныне дал такое обещание, «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного. Послание к Евреям, 12 глава, 26-27 стих. Далее описываются события этого великого сотрясения последнего времени. «И солнце стало мрачным, как в лосинице». Как у Исаии пророка сказано, «Я облекаю небеса мраком и вретищем, и вретища делаю покровами их». Исайя, 50 глава, 3 стих. «И луна сделалась, как кровь». Так и пророк Иоиль говорит, «Солнцу луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь, содрожнутся небо и земля». Иоиль, 3 глава, 15-16 стих. «Говорил о всем этом и сам Христос. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Матфея, 24 глава, 29 стих. «Возможно, и буквально будут страшные космические катастрофы. А с другой стороны, как объясняет блаженный Кирилл, черный цвет солнца и темно-кровавый цвет луны указывают на душевный мрак тех, которых достигнет Дня Божий. Тогда погаснут все светила, и великие мира сего померкнут. И сейчас при солнечном затмении солнце мрачается, как лосиницу, облачившись. А при лунном затмении луна становится красной. Так при апокалиптическом красном цвете луны в последнее время, когда все померкнет, рухнет, изменится. Все, чему люди поклонялись, сделается мрачным и обнажит свой зловещий цвет крови. Скрывается свет солнца и луны для одних, коим предстоит навсегда погрузиться в вечный мрак. Скрывается он и для других, ибо им предстоит жить в ином сиянии, в непосредственном сиянии света Бога и Ангца. Откровение 6 глава 13. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемо сильным ветром, роняют незрелый смок и свои толкования. Так сейчас наблюдаются иногда метеорные потоки. Тогда же, возможно, великие катастрофы будут в звездных мирах. В Ветхом Завете читаем, как Антиох и Эпифан вознесся до воинства небесного и низынул на землю часть всего воинства, и звезд и попрал их. Даниил 8 глава 10 стих. Израильтяне были этими звездами, этим воинством небесным, ибо исполняли волю небесного. Так же случилось и при разорении Веспасиана и Тита. Падение звезд небесных на землю – это так же указание на прелещение верующих. Падение небесных на землю. Ибо сатана сделает все возможное, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Матфея 24 глава 24 стих. Церковь – смоковница, потрясаемую сильным ветром гонения. Роняет незрелые смоку свои, еще не развившиеся в зное, искушении и неуслащенные благодатью. Отпадают неутвержденные и неискренние в вере. А с другой стороны, как незрелые смоку попадут тогда все земные авторитеты. Эти звезды кино и футбола светила политики науки, кормчей государств. Они думают, что они звезды, светящие миру на небосклоне. Но они всего лишь незрелые смоку, которые сорвет сильный ветер. То есть как бы дается несколько толкований, я небольшое пояснение даю. А одни звездами считаются люди, имеются в виду. То люди вообще не разбираются, а как это звезды. Да как сейчас говорят. Восходящая звезда, там артистов называют звездами. Это не сегодня было. Вот они падают, недозрелые, то есть еще не утвердившиеся и вдруг отступают. Надо всегда только, хоть немножко так знать, причины падения людей. Всегда, абсолютно всегда, самость. Первый шаг не пройден. Вот я смотрю, большие собрания где-то там, у харизматов он выйдет, там падает, кидает одежду, падает. Какое отношение это имеет к христианству? Но бывает так, смотришь благочестиво, чинно сидят, и даже, ну, со стороны глянуть, видно, что эти люди верующие. Ну, а в чем проявилась вера? Это тут на экране-то не видно. А когда считаешь проповедников, раньше в Ауди было, в Америку уехали, они там погрузили все, спортивные площадки, все это делают, находятся единицы, которые это все обличают. Показывают, как по книгам Маковейским, там Дионисий, другим поклонялись, метанием диска и прочее. Вот сейчас скажи им, что человек не должен скоблить свое тело. Мужчина тем и отличается, что у него борода. И там показано, сколько людей сидит. И скажите, что безбородые не будут больше ни разу участвовать в вечерии Господней, как они называют у себя там не литургии, а преломления хлеба. И они будут на замечании, на замечании, это у них означает отлученные. Ну и посмотрите, что из этого такое будет. Далее, все до одной старые, молодые и даже бывает выходят проповедовать без платка. Без платка молящаяся женщина вообще не должна выходить. Это даже мусульман. Посмотри, как они одеты. Ну, поставь, это твердое правило. Ты увидишь, у тебя никого не останется. А теперь, говорит, без поста, без креста. И у одного даже крестика нет. Ну, ладно, крестика нет. Ну, посты-то соблюдают. А не соблюдают. Я жил среди баптистов, знаю. Это один разговор только. А когда надо, мы назначаем пост. Я говорю, я был среди них. Единицы, которые постятся, как даже объявили пост на три дня там или на день-то. Не тут-то было. Где-то выпил, где-то поел. Поста никакого нет. Я их знаю очень и очень хорошо. Был с ними. То есть самоотречение, отвергнение самого себя, практически не касается. Павел говорит, я усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не оказаться недостойным. Я спрашивал руководителя. Стоит вот такая вот, как говорится, физиономия. И ну, ну явно, что не испастился. Это у православных такие батюшки. И мулы такие. Я говорю, а как ты порабощаешь тело? А зачем его порабощать? Ну, Павел говорит, я порабощаю. Вы ему подражать. Хотите? Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Ну, конкретно покажите. Тебе это вредно. Ты умрешь в ранном возрасте. У тебя эти диабеты замыщивают тебя. У тебя сейчас глухомо будет. На ногах вены лопать все будут. Без страха уточняют себя. Читал это? Ну, и что? Ну, без страха. У тебя страха Божия нет. Без страха никто не спасет. Ты уточняешь себя. Златоуст говорит, тебе что, в жертву хотят принести, как животное? Наел такое. Или на зиму в спячку ложишься, как медведь. Зачем тебе это? Воздержание-то нет. Смирения никакого нет. Ну, а в чем тогда вера-то выражается? А я верующий. Поднимите руку. Кто хочет быть вершим? Подняли руку. Все. Это уже секта началась. А дальше танцуют, пляшут, женщины одеты в брюки с сережками. Все по стихии мира. И вот стоят, поет хор и в галстуках все. Откуда вы взяли? Что это? Апартамент какой? Одежды? Нет, он не греет. Это удавка вместо креста. Это масонский знак. Зачем вы надеваете на себя? Ни один еще мне не ответил. Ни один. Ну, так принято. Кем принято-то? Ну, принято-принято. Кем принято? Кем? Когда он возник? С какой целью? Ты наделал, тебе легче стало? Нет. А теперь, если галстука нет, обязательно расстегнутый. Да вы что? Я не думал никогда. Ну, посмотри окончательно. И убедись в этом. Все до одного. У Гитлера были офицеры, все Гитлеры в галстуке. И русские в галстуке. Коммунисты в галстуках. Новые олигархи в галстуках. Почему? Единицы только, которая соблюдает единицы. Я проехал всю страну, говорится, вдоль и поперек. И увидеть женщину в платке, это только какая-то старая, там бывает, из церкви, ты не мусульманка, нету. Без пояса. О том, что пояс носить надо, 104 раза говорится в Библии. А что не надо ни разу? А зачем пояс? Ну, в откровение же, Христос пояс по... У него был, говорит, по персам, по груди. Ангелы с поясами, апостолы с поясами, Павел с поясом. А откуда известно? Ну как, пришел, ага, взял пояс, и говорит, чей этот пояс, того так свяжут. Ну и что? Да не начало, сначала узнать. Петр с поясом. А откуда известно? Ну как, Ангелу в темнице пробудил, говорит, обуйся, припояшься, обуйся. Тогда бежать скорее. Нет, сначала припояшься. Без пояса не должен даже появляться нигде. А на ночь он его снял. Ну и что? Да ничего, у Иоанна Крестителя пояс был. Зачем? В Библии каждая буква, ни одна йота не пропадет. А все время четко говорится. Пояс, у Давыда пояс припоясался, пошел. У Иоанна Крестителя пояс, кожаный. Ну я показываю по Писанию, ты-то в ответ ничего не можешь сказать. Пояс символизирует, что ты говоришь истину. А тогда давайте броню носить. Ну носи ее. Броня это твоя праведность. Ты уже сбился, никакой праведности выходит, нету. Все это человеческое. По стихе мира, а не по Христу. Ты зажми наоборот себя. Узкий путь ведущий. А живете-то, как все в мире, так и живете. Так же дни рождения справляете. Кто показал дни рождения справлять? Иоанн Златоуз говорит, справлял день рождения. Докончилось тем, что на блюде, на котором было мясо, теперь голова кровоточащая пророка. Святым это понятно было. Так это с одним было. С одним вспоминайте жену Лотову. Это с одной было. Не оборачивайся спять. Пошел. Назад невзглядно не должно быть. Подвязаться как всем умом. А ты умом-то весь в миру находишься. Всем сердцем. Ну какое сердце-то? Здесь отделенные баптисты, совет церквей, как-то стали молодых исповедовать. Откуда они тебя взяли? Там оказалось доброчные связи. Там живут в блуде. Я их знаю. Я с ними был. Баптистов я проповедовал из кафедры. Хотя баптистов не был. Мне давали в разных городах. Но начался, говорит, отток в этом направлении, приходить в православие. И дали указание. Запретили меня на кафедру. Где-то у них появляется. Ну, Бог знает. Я к тому, что много званых. Званых, а таковы кто услышал. Кто даже, может, и покаялся, а сердце не отдано было. Если связывать себя горделами житейскими, не увенчается успехом. Всем сердцем. Всей крепостью. А здесь вся крепость в миру. Все. Лишнее не отдадут. А десятине даже как будто не слыхали. Адвентисты хоть десятину знают. Десятину-то не даешь. Человек, он обкрадывает Бога. Бога обкрадываешь. Ворюга. Несчастный. А поешь тоже. Бога знаю. Дал нам новое имя. Зовут христиане. Кто вас зовет христиане-то? Все знают, что ты такой же, как все. У православных та же беда. Я не конкретно говорю. У католиков то же самое. Ну, написано погружение. Где? Ну, а крещение-то это погружение. Ну, а то, что кропятые ладонью. Ну, это человеческое. Зачем? Там много было воды, где крестил Иоанн Креститель. С Филиппом Еммом сошли в воду. Даже это не хотят делать. Венчают и венцы держат над головами. Венчания-то нету. На голову-то не надевается. Ну, маленько глянуть только надо. И вот, пожалуйста, звезды. Дальше. Откровение 6 глава 14 стих. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. Толкование. И небо скрылось, свившись, как свиток. Подобное описывает Исаия. И стлеет все небесное воинство. И небеса свернутся, как свиток книжный. И все в воинство их падет, как спадает лист с миноградной лозы. И как увядший лист со смоковницы. Исаия 34 глава 4 стих. Таинственное значение этого видения. С одной стороны, это продолжение описания космических катастроф. Великие изменения в мирах звездных. Солнце и Луне продолжаются катастрофами атмосферы. Не исчезнет она. Но после помрачения солнца и Луны скроются от глаз людей. Будет во мраке сокрыто от них и бесполезно для них. С другой стороны, этим показывается, что не тлению и погибели подлежит небо в последний день, но как бы некому свиванию и превращению в лучшее. Это Откровение 20 глава 11 стих. И Откровение 21 глава 1 стих. Прежде небо бежало, свилось как свиток, и вилось новое. Святой Иериней Леонский в 5 обличительном слове пишет. Не погибнет и не истребляется ни сущность, ни существо создания, ибо истинен и крепок создавший его. Но проходит образ мира сего. 1 Коринфянам 7 глава 31 стих. В котором совершено преступление. Евреи вместо книг употребляли свитки, сворачивание которых означало не уничтожение их, но сокрытие написанного. «Небо свиток видит Иоанн, значит, небеса не исчезнут, а подобно человеку перейдут в новое состояние. Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, делая рук Твоих, они погибнут, а Ты пребываешь, и все обвешает, как риза, и как одежду свернешь их и изменятся». Евреи 1 глава 10-12 стих. «Приближается пришествие Господне, и само небо, свившись как свиток, отвращается от земли, погрязшей и утонувшей в грехах. Бесшумно, неожиданно скрылось небо, свившись как свиток, так неожиданно будет и пришествие Христова на суд. Безмолвно вздирало небо на все события истории человеческой, все записало, что видело под солнцем. Но вот кончилась история. И, как прочитана книга, обратно свилось свиток неба. Под небом, разумеется, и ангелы, которые, видя бездну беззаконий, грехов и страданий в последнем времени, не смогут более взирать и отвратят в печали лики свои. И всякая гора и остров двинулись в мест своих. Великие землетрясения будут тогда, а может, и оживут вулканы. О том и сам Господь предупреждал, что будут землетрясения по местам. Матфея 24, глава 7 стих. Чтобы пробудить нас от нашего духовного сна и заставить бодрствовать перед предшествием Христа, Бог заставляет сотрясаться саму землю. Но не от наших ли беззаконий содрогается земля? Под горами можно также разуметь царей и владык, а под островами их народы. Можно понимать и пастырях с их церквами. Все поколеблется и сдвинется с первичных своих мест. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. Толкование. Грянули все эти бедствия. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные. Здесь имеются в виду сильные по искусству, а не по физической силе. И всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. Все земные обитатели всех сословий будут в ужасе от происходящего. Из перечисления сословий мы видим также, что организация и структура общества так до конца мира принципиально и не изменятся. Проходят века и тысячелетия. Меняется форма человеческого общежития. Но и неизменной остается его несправедливая и грешная суть. Общество, зараженное проказой греха, не может исцелиться само по себе. Не помогут тут ни реформу, ни революция, ни наука. Христос сказал, «Царство мое не от мира сего». Иван Глиотьяна, 18 глава, 36 стих. А где нет Христа, там нет истинной справедливости. Поэтому земные царства и общества обречены на извечную несправедливость, покуда не положит этому конец страшный день суда. Потому церковь не за справедливое общество и за права человека борется, а призывает людей к покаянию. Зовет их в мире это жить миром иным. Но тонет в мирской шуме этот зов. Только во все большую бездну беззакония ввергается общество. Но наступит день, когда в крайнем отчаянии все сословия, скрывшие пещеры и ущелья гор, тошно станет в городах до невозможного, начнут взывать. Откровение, 6 глава, 16 стих. И говорят горам и камням, падите на нас и закройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева анкция. Толкование. Сегодня люди все это не хотят видеть, не хотят признавать. Огульно все отрицают и живут, как в одни ноевы. Гонятся за наслаждениями, не предчувствуя страшной катастрофы. Как жителям Содома, им все эти предостережения смешны. Бытие от 19 глава, 14 стих. А уже сгущаются тучи, готовы излить огонь и серу. Тогда возопьют все. Но кончится время покаяния. И те, кто не желают ныне взывать к Богу, ангелам, святым, воззовут тогда к мертвым стихиям, горам и камням. Не о спасении воззовут к Всевышнему, но чтобы хоть мертвые камни, засыпав их, скрыли бы грозный лик сидящего на престоле Бога Отца и отвратили гнев ангца Христа. Сегодня время покаяния. Сегодня Христос, любвеобвильно, простирает ко всем свои пронзенные руки. Тогда же кончится лето благоприятное. Иеремия, 8 глава, 20 стих. Жатва прошла, а мы не спасены. Остается только гнев ангца. Откровение, 6 глава, 17 стих. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Толкование. Наступает страшный суд. Изгневается гнев Божий. Кто может устоять? Никто. Откровение, глава, 7. В 7 главе имеется некоторое отступление в последовательном описании вскрытия ангца печати таинственной книги. Вскрытие 7 печати будет описано в начале 8 главы. А пока апостолу показываются две картины искупленных, остав 144 тысячи запечатленных, и о великом множестве убеленных с пальмовыми ветвями. Откровение, 7 глава, 1 стих. И после всего видела четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Толкование. После явления Яну вскрытие шестой печати, речь идет о смене одного видения другим, а не о хронологии описываемых событий. Видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли. Четыре числа земли этого мира. В этом мире четыре стихии. Откровение, 4 глава, 7 стих. Четыре стороны света. Север, юг, запад, восток. Четыре времени года. Весна, лето, осень, зима. Теория относительности рассматривает наш мир как четырехмерный, пространственно-временный континуум. Апостолу Петру перед посланием на проповедь язычникам на все четыре стороны света было явлено, как бы большое полотно привязано за четыре угла. Деяние, 10 глава, 11 стих. Со всем возможными нечистыми животными. Так и во всех четырех концах земли благовествуется четвероевангелие Христово. Имеют своих ангелов и люди, и народы, и стихии. Смотрите, Откровение, 4 глава, 7 стих. Так и здесь стоят четыре мировых ангела, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Мир, земля, море, леса сохраняются исключительно силой ангельской. Еще держатся ангелами ветры, способны разрушить, уничтожить все, но придет день, и отпущены будут эти четыре ветра, и тогда потрясены будут стихии, солнце, луна, звезды, рухнут государственные народы. Но в этом видении, и она, мир еще храним от разрушения. Это указывает также и на благодатное действие, мир и тишину, водворяемые христианством на земле. Если бы не христианство, то мир давно смешался бы и рухнул от дьявольских ветров войн, беззаконий и грехов. Но они все еще запечатлены благодатью Божией и удерживаются разрушительной силой. Об отпущении этих ветров так говорит апостол Павел фессалоникийцам. «И ныне вы знаете, что не допускают открываться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будут взяты от среды удерживающей теперь». 2 Фессалоникийцам 2 глава 6-7 стих Откровение 7 глава 2 стих «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога Живаго, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, толкование. «И видел я иного ангела, не из тех четырех, восходящего от востока солнца, раннее утро. Только прошла ночная темень, и на востоке солнца начал брежать рассвет. Ярко светит звезда утренняя. Все это указание на Христа, рассеявшего мрак язычества, безбожия и греха. От востока солнца – это значит от Христа. Как утренний луч предваряет восход солнца, так является этот ангел от Христа. Этот ангел – заря, возвещающий начало нового и чудесного дня. С чем является сей ангел? Он имеет печать Бога Живаго. Это таинственная печать жизни, которую налагает Бог через ангела на избранных своих. О самом Христе сказано, что в крещении на нем положил печать свою Отец Бог. Евангелие Отяна, 6 глава, 27 стих. А теперь в нем и вы запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его. Посланник Ефесяна, 1 глава, 13-14 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 2 Коринфян, 1 глава, 21 стих. Это есть печать дара Духа Святого, помазание. Интересно, что ангелы являются соучастниками и сослужителями в церковных таинствах. В Таинстве Исповеди ангельские небесные хоры ликуют о покаянии грешника. Луки, 15 глава, 10 стих. А в крещении человеку, возрожденному от воды и Духа, дается ангел-хранитель. Так и здесь. Святом миропомазание от востока солнца, от креста, является ангел с печатью животворящего Духа и запечатлевает ею. С этим ангелом можно сравнить и самого священника, ангела церкви. Откровение, 2 глава, 1 стих. Совершающего Таинство, помазующего крещеного святым миром или возлагающего на него руки. 2 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 20-27 стих. Деяния, 8 глава, 17 стих. И 19 глава, 6 стих. Эта печать Духа Святого отделяет верных от нечестивых, как и пишет апостол Павел. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познав Господь своих, и на ней отступят от неправды всякие, исповедующие имя Господа. 2 Тимофея, 2 глава, 19 стих. Подобие явленному Иоанну видел и пророк Иезекииль. Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное оружие его. И между ними один, одетый в линую одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Богу, Израил сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в линую одежду, у которого при поясе его прибор песца. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима». И на телах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал слух мой, «Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалят ока ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните со святилища моего». Иезекииль, 9 глава, с 1 по 6 стих. Под этой печатью святой Андрей Кисарийский разумел крест и крест на знамени. Он писал, что в пришествии Антихриста печать животворящего креста «Отличит неверных от верных, непосрамленно носящих звание Христова». Вот если только по этому толкованию, но и кто останется живой. И бейм старого, и младенца даже. О, какой еврейский бог жестокий! Ну, за эти слова как раз отвечать придется. Все, наверное? Угу. Пометь, поставь там точку хотя бы одну. Слава Христу! Я вот немного скажу о нашем сокровище, что у нас есть. Пришлось издать вот у нас Новый Завет, Трехтумник, 852 страницы. Полное толкование с откровением. Вот чтобы в одном комплекте так вышло, это впервые, насколько мне известно, в Западно-Восточной Церкви. Этого никогда не было. Далее у нас очень большое сокровище. Это наш сайт «Во свете Библии». Вот он. «Во свете Библии». Но самое ценное на сайте это 4124 ответа. Все остальное, что создано, вот звук и видео, это почти 50 книг моим голосом начитано. Это «Библия», «Архипелага», «ГУЛАГ», «12 томов златоуста», «12 книг жития святых», «5 добротолюбия». То есть огромное сокровище. Больше нигде в мировой сети этого нет аудио. Спеши на жесткий дых, диск, едешь в машине, в машине и можешь знать полное толкование святых отцов. А вот это вот, вот это уже я говорю, так что это не создать никому. Это должна быть другая жизнь. Вот Солженицын совершил чудо, то, что написал «Архипелага» «ГУЛАГ». Но когда уже умирал, полностью его биографию стали рассматривать, то то, что он совершил, это даже меньше того, что его биография сама по себе сделала. Это нельзя искусственно создать. И в моей биографии точно так же. я когда рассказываю свою биографию, ее нельзя так создать. Родиться в такой семье, так с детства быть избранным, так верить, идти, вот, иметь такой страх Божий с малых лет. От всего этого мира Бог меня отстранял. И в то же время быть в этом мире, в армии служить, и после этого обратиться уже по Евангелию среди сектантов. Я не был там сектантом, но там получил Библию, и там принес покаяние. Я знаю, что такое рождение свыше, что такое крещение Духом Святым. И жил в этом накале 50 лет, 51 год. Обратился в 62 году. И понимая о всей беде, какая есть в православии, что здесь много ритуала, много обрядностей, мало Христа. Это определенно. Неправильный уход в церковь. Ну, как вы там можете находиться? Вот именно такая моя биография. Я нахожусь в православии. Занимаюсь миссионерской деятельностью. Как Олег Синяев пишет необыкновенно успешной миссионерской деятельности. Там Андрей Кураев дает. Самый знаменитый проповедник в России. Такие звания там не дают, я им не соответствую. Но им так это видно. Но дело-то не в этом. Дело в том, что даже те, которые не нашего круга, они понимают, мы делаем дело не рядовое, неординарное. Вот за два года только, это в общей сложности, мы были в поездке пять месяцев, мы прошли 80 тысяч километров. Подарили книги, наши, у меня 38 книг издано, на 7 миллионов 150 тысяч. Прошли 360 городов и районных центров. Вот нынешне прошли 15 государств. А вот на 14-й год, надеемся, пройти до Португалии, Англии, Скандинавии, Прибалтики и по северу работать. Это 444 библиотеки получили полный комплект моих книг. И о них какие отзывы идут? Вот позавчера отослали книги, тут уже местные священники просят. Вот это вот пост на в подарок Путину, Медведеву, видели в библиотеке Лукашенко, Рамзану Кадырову. Господи, всех вразуме наставь на путь истины. Ну а вот если кто зайдет, внизу написано православный форум Игнатия Лапкина, вот внизу, зеленым. Если только в него ткнете, вы сразу будете на нашем форуме. Вот это форум. 1440 тем. Тем. Огромных тем. У нас еще живой журнал. Ну просто живой журнал Игнатия Лапкина или сайт Игнатия Лапкина. Зарядите и уже будете здесь. Но у нас еще есть канал православный, видеоканал открытым оком. Это тысяча, почти тысяча видеороликов наших больших. Вот по порядку ставят сейчас вот только что прошли какие. Беседа с мусульманским мулою и его женой. Встреча и беседа с мусульманкой. Дальше беседа в храме город Тбилиси. Это беседа и проповедь. Проповедь в храме в Грузии. Дальше закрываем крышу, покрываем крышу по Теряевке. Я везде даю какое-то интервью и пояснение. Они наши ролики-то они ни с каких не снятые. У людей обычно где-то копируют что-то. А не мы живем той жизнью, как есть, без лукавства. Строим православную деревню с нуля, начальник детского лагеря. То есть мы приглашаем всех. Посмотрите и сравните с тем, что у вас есть. Все что-то скучают, болеют. Я этих слов не знаю. А то времени не хватает, то препятствия какие-то были. Эти слова для меня в жизни не существовали. У меня цель и я ее обязательно достигну. Почему? Со мной Бог. Невероятная вещь. Я когда рассказываю, да это невозможно, это нельзя, это все понимают, можно, потому что это сделано. Это сделано, времени нету, спи меньше, денег нету, ешь меньше, никуда не езди, все деньги на благовестие. Десятину не платят. Я вот услышал в 62-м году десятину, сразу решил 9 десятин буду платить. И 50 лет я плачу 90 рублей со 100, даю на дело Божие. И мне это интересно, я говорю, почему это я своим не считаю, это Божье. Я делами Божьими хвалюсь, потому что я его знаю Господа. Ну вот, все, наверное, на сегодня тут. Сегодня воскресенье, у нас годовое собрание будет, церковный совет, отчеты давать будут. Мы тоже это все заснимем, и все выставляется. Как-то у меня презентация книг была в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова. И выступал проректор по учебной части Семкин, Борис Васильевич. Очень умный человек, академик, профессор. И он выступил и сказал, вот мы авторы, когда пишем книги, мы лукавим. Мы не такие, когда с человеком встречаешься, он не такой, он только пишет о чем-то. У Лапкина не так. Так вот, как он пишет, такой и есть. Если ты его читаешь и встретился, это один и тот же человек. Я не писатель. Хотя здесь, в моих книгах, 3467 стихотворений по 9 куплетов. Все сознаются. Кто бы ни читал, писатели, называя как Лева Шани, настоящие поэты, считают. И все удивляются. Это ваши стихи? А почему же не печатаете? Это там надо защищать кандидатскую? Все попало. Мои стихи, они не мои. Я их получаю на молитве. И у меня черновики 3467. Некоторые не знают, а что эта цифра означает? Возьмите, стихотворение Пушкина, Лермонтова, Блока, Некрасова. Вместе это меньше цифра получается. Это вы один написали? Я не писал. Ни одной помарки нет. Черновики у меня целые. И ни одной поправки нет. Я просто пишу их, и все. Как так? И все они имеют двойной, тройной подтекст. Называется экстраполяция событий, перенос издали на сегодня и конкретно каждому человеку. Вот у меня стихотворение тут одно. Вот сейчас мы выставили несколько роликов о том, что наши стихи положены на музыку, поются. И одно такое об себе. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Это биография моя как бы написана. Или я работал на корабле, учился в училище мореходном. Там есть такое «Когда вы корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой». Я абсолютно не поэт, просто пытаюсь в стихотворной форме сказать проповедь более приемлемо. И поэта многое прощается. Мало ради риф, потому что-то написал. Тут у меня свои виды на это. Одному ничего не сделать. Все это делают братья. Православный видеоканал я его не делал. Только мои материалы. Ленточный вот этот православный форм я его не делал. Это все сделал мой крестник. Он и тот канал, и это Гавриил Речкунов. А уже во свете Библии вот этот сайт очень трудно было делать. Это сделал Клеменов Евгений. Это студент пятого курса медицинского университета. Я ничего не разбираюсь ни в чем. У меня нет данных. Но материалы везде всюду все до одного мои. Мне это дано. Я никогда не претендую и никому не завидую. У меня такие большие наработки в жизни Бог дает. Допустим, что такое монашество? Спрашивают. Монашество не учреждено Христом. И монашество в том виде, повторяю, в том виде, в котором оно пришло, оно принесло зло больше, чем коммунисты, фашисты, масоны, мусульмане, вместе взятые. Почему? Самые силы высасывали и гробили их, а на благовестие никто не шел. Вот и все. То есть, вот такие, вот допустим, что такое уныние, вот везде святые объясняют, у меня другая наработка, плохо сделана работа. Я в эту фразу вгоню все. Какая национальная идея объединяющая? Что угодно говорят, у меня своя наработка, я начальник, создатель детского лагеря, дети, воспитанные я докажу это. Именно в этом все заключается. Дети, воспитанные во Христе. Все на сегодня. Уже времени нет. Шесть часов надо идти печь топить тебе, молодец, чтобы не холодно было. Благословен Господь.